Всем привет! Это канал Татьяны Авровой и с вами я, его хозяйка. Сегодня хочу предложить рецепт очень вкусного, быстрого и сытного завтрака из самых простых доступных продуктов. Это кефир, мука, картофель и растительное масло. Тот набор продуктов, который имеется абсолютно в каждом доме. Давайте приступим. Выкладываем в миску 250 грамм кефира. Добавляем половину чайной ложки соды. Соду гасить не нужно, ее погасит кефир. Добавляем 250 грамм муки. Пропорции очень легко запомнить. Сколько берете весовой части кефира, столько же нужно брать весовой части муки. Добавляем половину чайной ложки соли или чуть больше, кто любит посолонее. Все перемешиваем. В конце добавляем очищенный и натертый на крупной терке картофель. У меня одна картофелина очень большого размера, примерно 350 грамм без кожуры. Опять все перемешиваем. В результате мы должны получить тесто вот такой вот консистенции. С ложки тесто должно не вываливаться быстро, а так бы медленно сползать. Наливаем в сковороду растительное масло. Еще хочу добавить, чтобы это блюдо получилось. Сковорода должна быть с очень хорошим антипригарным покрытием. И сразу же сюда наливаем холодную воду. По весу она должна соответствовать весу муки. 250 грамм муки, значит 250 миллилитров воды. Ждем, когда все это начнет кипеть. Аккуратно выкладываем тесто в сковороду с кипящей жидкостью. Можно столовой ложкой, можно ложкой чуть побольше. Это на ваше усмотрение. Я готовлю завтрак на троих и сформировала кусочки теста так, чтобы получилось по два кусочка на человека. Диаметр моей сковороды 28 сантиметров. Накрываем сковороду крышкой. Переводим огонь на средний. На моей плите это тройка. И готовим это блюдо ровно 30 минут. А затем очень аккуратно, потихоньку, чтобы не обжечься паром, снимаем крышку со сковороды. Блюдо готово. Осталось нам только каждый кусочек перевернуть на другую сторону. При желании корочку можно сделать чуть поджаристее. Для этого просто нужно увеличить температуру конфорки на одно теление. На стол блюдо подается горячим. Можно украсить его свежей зеленью. Можно подать к нему сметанки. Несмотря на простоту, это блюдо действительно очень и очень вкусное. Кто хоть раз его приготовит, будет готовить его всегда. Приятного аппетита! Ну а у нас уже у всех текут слюнки. Идем наслаждаться этой вкуснятиной. Субтитры создавал DimaTorzok